добрый день дорогие друзья с вами татьяна беннетт мы продолжаем обсуждать пятую тему эссе экзаменационную тему 2020 года история является наиболее важным школьным предметом я продолжаю свой курс по подготовке к гк по английскому языку курс называется логика написание с сегодняшнее видео из практической части мы продолжаем разбирать тему эссе история является наиболее важным школьным предметом этой теме посвящено 6 уроков и первые два уже опубликованы вы можете найти ссылки на них под видео в описании напомню что самый первый урок был посвящен вводной части на втором мы разбирали текст сочинения и все оставшиеся уроки тоже будут посвящены обсуждению готовых эссе цель таких обсуждений сравнить разные сочинения которые отличаются выбором точки зрения которые противоречат теме с выбором мнения автора и понять какой из этих выборов позволяет составить наиболее убедительную систему аргументации дорогие друзья подписывайтесь на канал если вы еще не подписались надеюсь что мои видео уроки будут вам интересны и а я буду очень рады интересным обсуждением в комментариях потому что в своих уроках я стараюсь рассматривать различные тонкости и детальные моменты подготовки к этому сложному экзамену перед вами комментарии к тем готовым эссе которые мы обсуждаем на этих уроках первый комментарий выделен красным потому что мой ну в кавычках конечно вердикт заключается в том что выбор темы с и в качестве мнения автора не является наиболее удачным очень сложно подбирать аргументацию хотя безусловно ее можно подобрать вы со сегодняшнего урока мнением автора объявляется точка зрения прямо противоположная теме эссе дорогие друзья сочинение перед вами но по-видимому вначале нужно его прочитать не торопясь мы не пипал и до конца мысляем его следует до недели пить и коеме-то опять-таки серьезные ответы опидаются в час для Пу 테стерии существует I agree with the second opinion I agree with the opinion that history is not the most valuable school discipline firstly school children have to take a few different exams at the end their school studies and prepare for them even if history is among them it is necessary to learn the other subjects too secondly many subjects are important for all types of future jobs for example mathematics teaches pupils to think logically IT is important for their digital literacy and art teaches pupils to be creative all those skills are important for all types of jobs however some people argue that history is the most important school subject the reason is that it helps people to be helps people become an intellectual thinker I do not agree with that opinion it is undeniable that school children should know the history of their country and the world and this makes them more intellectual but they can learn history by reading books watching documentaries and reading online articles also history is not the only subject that makes people more intellectual in conclusion I think that history is not the most important school subject I explained the reasons above итак введение соответствует требованиям экзамена мне зрители сделали замечание что нужно обязательно писать раз развернутый вариант мнения автора вот в некоторых примерах которые я приводила в своих уроках был такой свернутый вариант который в общем то ну в целом он является все таки понятным и эксплицитным понятно что хочет сказать здесь автор но но поскольку многие эксперты говорят что нужно полностью написать это мнение то вот она перед нами но я с одной стороны пыталась методических материалах найти четко четко четкую рекомендацию допишите развернутое мнение но там как-то больше речь идет о четкости ясности и эксплицитности они о том что надо обязательно развернутое мнение писать с другой стороны вот я хочу обратить ваше внимание на то что когда мы пишем развернутое мнение автора здесь получается либо необходимо еще раз думать о перефразировках либо получится достаточно монотонные первые два-три предложения потому что в некоторых случаях достаточно большое количество слов придется повторять но в любом случае требования есть требования пишем развернутую точку зрения мне очень нравится первый аргумент в этом сочинении вот иначе как железном я его назвать не могу потому что он действительно четкий ясный понятный он не не размытые не туманной он очевидный такие аргументы их не очень легко подбирать но вот здесь вот его можно продемонстрировать второй аргумент тоже является достаточно убедительным но по сравнению с первым я бы его таким вот супер супер очевидным не назвала но за него конечно тоже плюс и он хорош тем что здесь можно отдать примеры примеры они проясняют ситуацию логически думать надо на всех работах цифровая грамотность эту фраза я так понимаю все уже выучили она тоже важно на всех работах но креативности нет это тоже не только для дизайнеров и не только для художников все-таки это качество которое требуется практически на всех работах таким образом я полностью согласна с этими двумя аргументами они мне нравятся особенно 1 и мне бы хотелось услышать дорогие друзья что вы думаете по этому поводу возможно у вас есть какие-то свои идеи и что-то здесь можно добавить например добавить либо третий аргумент который тоже является очень очевидно моя его а я его пропустила например или можно переформулировать второй аргумент или вместо него что-то написать хорошая фраза в мнении оппонентов ну почему бы нет интеллектуал тинка и опровержение она тоже очень хорошее здесь не к чему придраться и заключение является четким ясным понятным возможно здесь немного не хватает какой-то более продвинутой лексики но цель обсуждения этого сочинения как вы помните немножко другая и так в кавычках вердикт лично мне кажется этот вариант номер два является гораздо более удачным и удобным для построения система аргументации комментарии к нему выделяю это этот выбор гораздо более удобно и удачно и чем выбор сочинение номер один друзья напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу напоминаю что следующие три занятия будут посвящены разбору трех готовых сочинений разбору обсуждению анализу и комментарии по поводу выбора точек зрения они перед вами дорогие друзья благодарю вас за ваше внимание если вам понравился этот урок поставьте лайк напоминаю что мы разбираем экзаменационные темы снг 2020 года обсуждаем сложные слова в темах эссе в текущих уроках и если вы заглянете предыдущие уроки то там я разбирала темы эссе из демо вариантов и обсуждали слова в темах эссе которые перед вами здесь есть небольшой список я души благодарю вас за внимание прощаюсь с вами всего доброго